А может быть смотри, мы сейчас открыли целый сегмент рынка. Если вы не любите мороженое, но любите аджику, это ваш вариант. Друзья, всем привет! С вами Саша Гендель и Гоша Грибс. Проект Первая Варка, пивоварни Биарбрю. Вы видите очень необычный набор всяких вещей у нас на столе сегодня. В частности, это мороженое неизвестной фирмы. Три пиваса различной степени алкогольного опьянили. Различного стиля. Различного стиля. И блендер. Что мы хотим попробовать? Мы как-то в одном из видео, Георгий сказал. Да, обмолвился. Что ему хорошо попробовать один из рисов. В виде купажирования с мороженым. Ну, давай не будем так. Я бы хотел попробовать алкогольный коктейль на основе пива и мороженого. Рекольно. Как будто я бы мороженое с таким запахом поел. Ну, это можно легко устроить. Да? Ну, сделать мороженое и залить только бутылку пива. Ну, мы решили пойти немножко дальше и подумали, чёрт возьмём. Мы столько пьём пива разного вкусного. Не стоит страдачиваться на одном стиле. Поэтому мы попробовали фрутбир бельгийский и американ дабл IPA. И у нас всё готово. Начнём? Попробуем. Единственное, что я бы хотел немножко эту рубрику ещё объединить с такой распространённой темой на ютубе, как «Что будет если мороженое смешать с пивом?» Вот у нас три сорта пива и один сорт мороженого. Мы смешаем, попробуем и расскажем вам свои впечатления. Поехали. С чего начнём? Будет первым Крик. И так как у него минимальный объём, 250 мл, то все остальные пивасы мы будем также градировать по 250 мл. Для этого у нас есть стаканчик. Мы думаем, что что-то у нас получилось. Так, что-то с кашопеней. Ну, смотри, как это... А, а, а? Давай, давай, доливай, давай, давай. Стоп. Да? Хватит. Чуть раньше надо было остановиться. Красиво и... Итак, Саша, отмеряй, что ты отмеряешь? Сальденс. Это что у нас здесь? Дипа. Дипа, Сальденс. Чтоб ты, Лорадо, да, молодей. А я пока, оп, вскрою вторую упаковку неизвестного нам мороженого. Давай, не будем смешать, не будем жарить, а нальем сколько нам необходимо. Ну, нам так не так уж много необходимо. И напоследок мы колдобеним стаут. Наш любимый по совокупности рис, ну или просто Imperial Stout, не важно. В то время, как космические корабли бразят просторы Вселенной... Я в тот раз наливал вот так, да? Закрывал. Вот так. Ты и в позапрошлый раз наливал так. А это немножко поменьше, по-моему. Ну, я не буду прям доливать, чтобы у нас не повторялось вот это. Дырявай, дырявай, чтобы оно повторялось. У нас есть фруктовый, фруктовое пиво, дипа и рис, да. И мы пробуем коктейли на базе вот этих трех напитков. С какого ты начнешь? Ну, как по порядку, фруктовый самый легкий. Давай, как делали? Очень вкусно пахнет вишней. И не таким прям молочным, молочный коктейль. Очевидно, он должен быть хорошим, потому что само пиво напоминает фруктовый сироп. Клево, нет? У меня горло мне проклинает, но, ребята, это очень вкусно. Реально, да. 450 грамм любого сливочного морочного, какой вам понравится, может быть, у вас есть свое предпочтение. И вот он, морс убит. Не обязательно морс убит, опять же, не настаиваем. Любой крик. Любой крик, сладенький, кисленький. Проба. Пахнет, да? Пахнет прям молочным коктейлем. Хорошим молочным коктейлем алкоголь не чувствуется, пена замечательная. Кто бы спорил. Я бы пил такое и пил. Я бы тоже. Это гораздо лучше, чем любые фруктовые коктейли с обычными сиропами. Ну что, дипу? Мне кажется, дипа будет менее всего вкусной, поэтому я бы ее вставил на потом. Ну, давай, раз уж ты решился. Каково твои ощущения? Горькое. Если вы не любите мороженую сладость. А таких идиотов нет. Потому что мороженое покупать... Оно реально горькое. А может быть, смотри, мы сейчас открыли целый сегмент рынка. Если вы не любите мороженое, но любите аджику, это ваша вариант. Ну, вот это ум, потому что Саша любит сильно хмеленые всякие тимаски. Оно сильно хмеленое, оно горькое. И оно не пахнет вообще. Вообще не пахнет. Не пахнет. Потому что хмель, он увяз где-то в объеме. Нет, самое интересное, что оно даже молоком не пахнет. Оно ничем не пахнет. Да, хмель не пахнет, потому что он не подогрет, он охлажден, наоборот. И он не испаряется. И эфирный масло не испаряется, да. И это очень вкусно. Вы с тем же успехом можете нюхать воду, честно. Просто ничем не пахнет. Даже запах молока не присутствует. Ты попробуй. И первый глоток тебе ни о чем не скажет, я хочу сразу сказать. Смотрим, смотрим, что будет. Он просто горький, он невкусный. Отдаленно, отдаленно и айпея напоминает. А вот попробуй второй глоток. Он появляется сладость. Горечь. Я бы хотел сказать, что даже после первого глотка я понял, что это неплохой эксперимент. И попробуйте, ребят, сделать, но не обломайтесь реально. Взять пороженое и просто... Он неплохой настолько, что я бы попробовал взять не двойнушку, а трипл и па, и почему бы нет. А трипл и па бывает? Трипл и па, у Сальденса есть трипл и па. Я думаю, это была бы вообще бомба. Оно очень интересное. Вот насколько пиво интересное. И, кстати... Как если вы хотите попробовать горького мороженого... Оно не горькое. Ну, вот, ребят, если вы привыкли пить сильно охмелённые пивасы, уверяю вас, буквально как вы привыкали пить их, так же на четвёртом, пятом глотке вот это вот... Раскрылась. Вы адаптируетесь к этому мороженому. И появится вот этот тонкий аромат. Ну, лучше попробовать сделать, на самом деле, чем что-то мы будем рассказывать. Потому что... А цель была рассказать как раз-таки. Чтобы кто-то мог не пробовать это делать. В общем... Это круто. Прикольно. Нет. Круто всё-таки мороженый бит круче. Всё, давай быстрее допивай и ставь. Допивай, допивай, допивай. И гланды свои. И очень интересный эксперимент. Я бы продавал такие мороженые. Такое мороженое просто в барах. Это похоже на ещё не до конца застывшую строительную пену. Он тоже... Да, есть такое. Шоколадная горечь такая. Тоже абсолютно ничем не пахнет. Я себя поймал на мысли, что летом для того, чтобы освежиться, я вот такую фигню вполне мог бы зарядить. Это очень вкусно. Сделать. Это номер один. Тут по двое, да? Опять же, запах бесполезный вообще какой-то. Он убивается весь. Не знаю почему. Ну, видимо холодно. Ну, потому что температура. Шоколадный коктейль с алкоголем. Причём... Кто любит вишню пить вот это, кто любит шоколад пить это, кто любит горечь. Попробуйте двойнушку. Пиво, которое имеет свой характер и свой неповторимый вкус, аромат, консистентный цвет, яркий очень, да, то оно абсолютно не испортит мороженое. То есть мы чего сегодня этим экспериментом добились? Мы выяснили то, что на основе пива и мороженого получаются очень неплохие коктейли, которыми можно разнообразить свою повседневность. Предложить и удивить друзьям, которые любят крафтовое пиво. Ну, представляете, вот так вот в закрытую вы где-то на кухне сделали какой-то коктейль молочный и преподнесли своим друзьям, которые, например, очень любят IPA. И они будут... Когнитивный диссонанс возникает. То есть я понимаю головой, что это что-то знакомое, но как это с коктейлем совместить... Ну, если вы хотите вовлечь, используйте такие уже сложившиеся стереотипы, как какое-то вишневое мороженое, вишневый коктейль, вишневое мороженое, поэтому Морцубит, он, ну, или любой другой крик, которым вы добираете, он подходит идеально. Я думаю, что алкоголь вообще растворился, он там был мизерный просто в этом коктейле, он практически стал безалкогольным. Сколько там, ну, 1% алкоголен. Сколько, мы можем посчитать, но не будем. Да, для любителей каких-нибудь, каких-нибудь вискарных вещей, коньячных, очень хорошо попробуйте этот шоколадный момент. А просто для того, чтобы развить какую-то идею крафтового пивоварения, оверхопт сортов, ну, попробуйте двойное, трипл и па, и я думаю, не разочаруется. А, хотел бы ты попробовать смешать все три и попробовать купаж? Нет. А я бы хотел, чтобы ты попробовал. Итак, мы решили развить этот эксперимент, и сейчас Саша вызвался добровольцем, попробовать купаж трех коктейлей. Правильно я говорю, пацан? Ну, ты как-то это, не лень. Ну, что, 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 что. Чтоб по слоям было красиво. Да нет, какой красивый. Я стараюсь пропорции соблюсти, а красиво-некрасиво, я тебя заболтаю все равно. Оп. Так вот. Нет, 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 все же, был так все просто. Оп. Прошелся. Так что у Саши гланды не вырезаны, а это все закончится небольшой ангиной или большой ангиной. Но все равно вишней пахнет. Ну, что такое эксперимент у нас проколох над кем? Очень вкусно. Очень вкусно. И запах вишневый, вкус шоколадный, а послевкусие горькое и такое дипашенное, очень вкусное. Ну, вот вам еще один эксперимент у первой варки. Вкусно было Александру Кедрифу. И Гоше Грибсу. Проект первой варки. Первая варка. Первая варка. Первая варка. Первая варка. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал в YouTube. Да. Пошел. Фейсбук, инстаграм, пейте вкусные в меру. Всем пока. Пока. Мы взяли 450 грамм мороженого, в котором сказано, что нет полемового масла, исключительно коровкиного производства. Как это правильно? Мы доверяем коровку. Может побольше нальем? Я очень хотел... Ну, нет, давай для чистоты эксперимента. Все-таки мы возьмем одну дозу, чтобы наши подписчики могли впоследствии повторить этот эксперимент, если захотят, конечно. А если не захотят, то на двух идиотов могут посмотреть, которые хренов... Переводят два, три, четыре, пять хороших продуктов. Пятый какой? Блендеру убили, наверное. Нет. Морц убит, господа. Да, какой морц убит, господа? Сейчас это не снимается. Почему не снимается? Ну, потому что у нас рожеволосый демон в карте. Андрей... Там просто риска есть у тебя. Ты превратил мой Новый год в помоечку. Эй, Лукашин, лови двоечку. Ну, свой, так ты в морожене. Не вытирай так, оставь все красиво, молодец. Запах молочный. Тебе видней. Любые фруктовые коктели с обычными сиропами. Это напоминает меня такой... Значит, меня немножко возвращает в вредной моей молодости. Когда мы пили воздушные коктейли, в Алуште. Это было вот... Только без пива, без молока, а то же самое. А что сегодня планируется, Саша? Не подготовился, да? Я же не думал, что ты в насчет диалог. Значит, что мы хотим попробовать? Не на трубочку из горла нормально, хорошо. Вообще отлично получается. И напоследок мы колдобеним стаут. Наш любимый по совокупности рис. Ну, или просто Imperial Style, не важно. Русский он, или русский. И, пожалуй, одна из наших за последнее время самых популярных в обзор коктейли. Слушай, мне попалось фейковое мороженое. Терва лица, это не рвается какой-то. Что там? Чего там? Ой, господи. Ой, это же вкусняшка. Вторая вкусняшка. Зацени мороженку. Это вообще удоваривая потом будет? Ну, да.